Всем привет! Мы тут задумались и вспомнили, что давненько у нас не было всяких интересных поделок из различных подручных средств. Но сегодня у нас будут непростые вещицы. Если вы всё правильно сделаете, у вас получатся вполне функциональные игрушки, которые вы сможете применять не один раз. К тому же это хороший повод похвастаться друзьям и доказать, что у вас руки растут из нужного места. Ну а ваши родители сразу же поймут, что вы никакой не бездельник. Ну что, готовы творить? Конечно, что за глупый вопрос. Это три по-настоящему крутых самоделки. Поехали! Бластер. Начнём мы, пожалуй, с такого хоть и несерьёзного, но всё же оружия. Для этого нам понадобятся вот такие мягкие пульки, зажигалка, гвоздь, коробочка из-под дрожжа Тик-Так, кусачки, канцелярский ножик, пластиковые трубочки, любой одеколон или духи, ну и наш любимый клеевой пистолет, без которого совсем не обойтись. Для начала нам нужно проделать два отверстия в коробочке из-под дрожжа. Чтобы это сделать, берём наш гвоздь, но не руками, а кусачками. Дальше по ходу дела вы поймёте, зачем это. Теперь подставляем гвоздь под горящую зажигалку и держим некоторое время, чтобы металл накалился. Теперь уже раскалённым гвоздём, не выпуская его из кусачек, проделываем два отверстия в коробочке. Одно прямо посередине донышка. Второе на крышке в том месте, где открывается отверстие для конфет. После этого берём зажигалку и проверяем, работает ли она. Это очень важно, потому что нам нужен будет элемент, с помощью которого зажигалка и горит. Итак, сейчас канцелярским ножиком мы разбираем нашу зажигалку и вытаскиваем оттуда искру, которая послужит пусковым механизмом для нашего бластера. И отгибаем тоненький проводок в противоположную сторону. Так, затем вставляем всё это дело в донышко коробочки из-под дрожжа и хорошенько заклеиваем получившуюся конструкцию горячим клеем. А сейчас берём пластиковую трубочку, продеваем её в отверстие в крышке коробочки. Снова заклеиваем горячим пистолетом, после чего отрезаем часть трубочки, оставив чуть меньше половины. Теперь осталось переделать ручку нашему будущему бластеру. Намазываем коробочку сбоку клеем ближе ко дну и придавливаем к ней зажигалку, она моментально должна прилипнуть. Всё готово! Осталось только залить немного горючего. Разрезаем канцелярским ножом этикетку под крышкой, чтобы последняя снималась без проблем. Затем, собственно, снимаем её и делаем пару пшиков одеколона или духов вовнутрь коробочки, после чего закрываем её. Потом одеваем пульку на пластиковую трубочку устройства и хорошенечко трясём мини-бак с горючим. Орудие готово к бою! Осталось только установить мишень. В этом нам помогут пластиковые стаканчики. Делаем вот такую многоуровневую баррикаду и отходим на расстояние от неё. Ну всё, прицеливаемся и раз, два, три, бах! У нас получился очень классный, почти настоящий бластер. Ну, разве что в миниатюре. Настольный футбол. А теперь мы с вами сделаем альтернативу очень занимательной игрушке, но только в мини-варианте. Вы наверняка все знакомы с настольным футболом. И сейчас мы вас научим делать его своими руками. Для этого нам понадобится коробка из-под обуви, линейка, карандаш, маркер, деревянные палочки, коробочка из-под тик-така, канцелярский нож, какая-нибудь сеточка, прищепки, изолента, клеевой пистолет и пара брусков пластилина разного цвета, а также кусочек фольги и канцелярские кнопки. Берём коробку и, если у неё есть крышка, отрезаем её. Теперь переворачиваем коробку на бок, отмеряем одна несколько сантиметров и на этом расстоянии проводим линию карандашом по всей длине коробки. То же самое проделываем и с противоположной стороны. Теперь берём шесть деревянных палочек и с помощью них делим визуально две противоположные стороны коробки на равные части. После чего маркером ставим отметки на пересечении палочки и линии, проведённой карандашом. Теперь протыкаем места отметок и вставляем туда палочки. Получается, что они проходят сквозь коробку и торчат с двух противоположных сторон. Затем нам нужно сделать ворота. Трафаретом для них послужит коробочка из-под драже. Прикладываем её к каждой из меньших сторон коробки и обводим карандашом. После чего просто вырезаем выделенный участок. Осталось натянуть сетку. Заранее подготовленный кусок разрезаем на две части. Затем натягиваем на проделанные отверстия в коробке и фиксируем изолентой. Ну что ж, импровизированное поле готово. А где же игроки? Прищепки как раз сыграют в роли них. Нам нужно 12 штук. Цепляем их на деревянные палочки вот так же, как мы показываем. Осталось только обозначить игроков команд. Тут нам поможет пластилин. Лепим по шесть шариков разного цвета и помечаем свои прищепки, приклеив комочки сверху. Чуть не забыли про мяч. Просто сомните кусочек фольги в шарик. Киньте его в коробку и начинайте играть. Ну а чтобы было легче вести счет, возьмите канцелярские кнопки, воткните их в коробку где-нибудь сбоку. А после каждого забитого гола просто забирайте по одной себе. Тату-машинка. А сейчас пришло время для кое-чего совсем необычного. Мы с вами попробуем смастерить, представьте себе, тату-машинку. Но только не настоящую, конечно, но она будет в точности повторять принцип действия реальный. Итак, для этого нам понадобится маркер, клеевой пистолет, две прищепки, пробка, канцелярский ножик, булавка, зажигалка, моторчик из неработающей радиоуправляемой игрушки с двумя проводами, пластиковая трубочка, батарейка типа крона, еще один проводок с изоляцией, скрепки, гелевая ручка, изолента, кнопка-включатель и ваша внимательность. Начнем, пожалуй. Для начала берем маркер и две прищепки. Одну с помощью клеевого пистолета клеим к непишущей стороне. Другую сбоку. Затем берем пробку и канцелярским ножом вырезаем из нее окружность. Потом берем булавку, накаляем ее зажигалкой и проделываем отверстие в центре этой самой окружности. После этого берем наш моторчик и одеваем его на выступ пластиковой окружности и крепим ее дополнительно горячим клеем. Сейчас берем пластиковую трубочку и приклеиваем ее на одну из прищепок, как мы показываем. Только узкие трубочки не подойдут, нужна такая, в которую потом может поместиться ручка. Теперь нам нужно соединить батарейку и моторчик, что мы и делаем, приклеивая пока что один соединяющий проводок. После этого мы берем третий, нигде не задействованный провод и также приклеиваем его к свободному контакту батарейки. У вас должно получиться так, что от моторчика отходит один свободный конец провода, от батарейки тоже один, а при их соединении пластиковая окружность должна крутиться на моторчике. Работает? Значит, идем дальше. Приклеиваем вот таким образом моторчик к другой прищепке, а батарейку к маркеру. Теперь нам нужна скрепка. Разгибаем ее наполовину вот таким вот образом и при помощи изоленты крепим к непишущему концу ручки. После этого нам нужно снова накалить булавку и проделать отверстие все в той же пластиковой окружности. Затем отрезаем часть пластиковой трубочки и вставляем вот так вот в нее ручку, чтобы конец со скрепкой оказался со стороны моторчика. Почти закончили. Соберитесь. Берем кнопку-включатель и подсоединяем к ней свободные проводки. Один от моторчика, один от батарейки. И приклеиваем все это дело на маркер. Ну вот и все. Осталось вставить торчащую скрепку из ручки в проделанное отверстие пластиковой окружности на моторчике. Чтобы проверить, как все реально работает, попробуйте нарисовать какую-нибудь закорючку на руке, поднеся машинку к коже и нажимая на кнопку. Ну, получилось? Нам кажется, что получился просто самодельный шедевр. Дорогие друзья! Мы бы хотели публично принести извинения авторам каналов «Уголок Акро» и «Саиндук», а также подписчикам этих каналов. Дело в том, что в последнем нашем видео про плагиат мультиков нами наглым образом были сплагиачены тексты некоторых их видео без разрешения авторов вышеуказанных каналов. В свое оправдание мы можем сказать, что это было сделано ненамеренно, и ошибка произошла из-за привлечения к написанию текста стороннего человека. Мы понимаем, что это никоим образом не снимает с нас ответственности, но мы все же решили объяснить сложившуюся ситуацию. А на этом сегодня все. Моя мастерская, твое настроение.